Всем доброе утро! Видеоблог начинается опять в машине, это значит, что я опять куда-то приехал. Ну, обо всем по порядку. В программе 100-дневного воркаута у вас заложена схема, по которой вы 5 дней в неделю тренируетесь, один день отдыхаете полностью от всего и один день посвящаете растяжке и тренировке гибкости. День отдыха мы ввели для того, чтобы несколько разгрузить вас, то есть далеко не у всех всегда получается тренироваться каждый день. И иногда в нашей жизни возникают какие-то такие обстоятельства, которые прямо вклиниваются в привычный ритм жизни, и меня это есть распорядок. И многие раньше очень сильно переживали из-за этого, если у них вдруг по какой-то причине не удавалась тренировка. Вот чтобы убрать этот фактор переживания, чтобы никто не волновался, если вдруг не удалось разок на неделю потренироваться, мы добавили вот этот вот один день отдыха, который вы в любой момент можете себе дать, в любой момент можете отдохнуть и не переживать по поводу того, что вот вы слетели с программы и делали что-то не так. Нет, этот день отдыха точно так же считается за время прохождения программы, вы точно так же читаете инфопост, просто отдыхаете. Сейчас вторник, 10 утра, я нахожусь на Делегатской улице, потому что вчера мне позвонили из фонда Наше Будущее и пригласили меня выступить в Деловой России сегодня, стать одним из спикеров, рассказать об опыте нашего проекта, о воркауте, о том, как мы решаем социальные проблемы. В принципе, я всегда рад рассказать о воркауте новой аудитории, это может к чему-нибудь и приведет, может быть мы получим какую-нибудь новую поддержку, потому что сейчас самая большая проблема, с которой мы столкнулись, лично я столкнулся, у меня нет понимания, как вывести студневку на новый уровень. То есть, если прошлой осенью у нас было 1800 участников, сейчас 3000, следующей осенью условно будет там 4500, ладно, там 6000, то вот как из этого сделать 45000, да, там непонятно, вот как совершить этот скачок, и для меня это пока большая загадка, над которой приходится биться. Поэтому, если подобная встреча помогла нам продвинуться вперед, то это было бы здорово. В Каре найдем, нам нужно найти дом 7, он где-то рядом, но я еще не раз здесь не был, поэтому, может быть, немного поплутать придется. Вообще, если вас куда-либо приглашают выступить, то лучше всегда приезжать заранее, честно вам скажу, потому что, если вы не были в этом месте еще никогда, то площадка для выступления может сильно отличаться от того, какой вы себе представляете. И если вы хотите действительно хорошо выступить, то лучше к этому быть готовым, а для этого лучше приходить заранее. Приходите заранее, все проверить, проверить, что презентажка открывается. Если она не открывается, у вас будет время придумать, что делать. Вот, в общем, это полезно, всегда будьте готовы. Так, еще бы здесь указания какие-то были, было бы вообще круто. Идем туда, куда все идут, потому что это именно этот дом, я думаю, народ найдет фото. Крут, особнячок. Вот сюда мы сегодня пришли на круглый стол, но организаторов пока нет, поэтому будем ждать. Будем ждать. И тут вот просто эпик фейл, когда я понял, что я не записал свое выступление. Забыл включить камеры, я так увлекся, когда мне дали слово, что это просто, ребят, простите. Вот, я думал тоже, что ничего страшного, когда-нибудь где-нибудь еще запишем, выложим, и вы сможете посмотреть, зачем я тут болтаю. Было здорово, интересно, надеюсь. Только жалко, что мужик убежал, который из киностудии Быкова. Нам нужно с киностудиями дружить, чтобы продвинуть этот проект. Ну вот, как-то так.